Наш телерадиомарафон продолжается и в нашей студии Андрей Вячеславович Яковенко, доктор социологических наук, заведующий кафедрой социологии и социальных технологий Далевского университета. Здравствуйте, Андрей Вячеславович, рад вас приветствовать. Здравствуйте, Андрей Михайлович, взаимно. Что ж, сегодня у нас 13 сентября и хочу начать наш разговор с того, что 13 сентября 1943 года, то есть 79 лет назад, был издан указ Президиума Верховного Совета Советского Союза о присвоении звания Героя Советского Союза организатором и руководителем подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» Олегу Кашевому, Ивану Земнухову, влияние Громова, Любови Шевцовой и Сергею Тюленину. То есть еще продолжалась Великая Отечественная война, еще победа была уже как бы на горизонте, но еще достаточно далеко, все-таки впереди почти два года непростых до победного, но тем не менее вот Советский Союз как государство, как такая, ну, историческая Россия, все равно я считаю, что все же Россия, Россия и есть, как бы она ни называлась, там империя, союз, федерация, в сути своей это все равно вот просто русское государство решило так увековечить память, увековечить подвиг наших земляков, молодых ребят, которые вступили, создали, вступили в ряды молодой гвардии. И, конечно, хотелось бы ваш небольшой, а можно и большой комментарий об этом вот как человека, который, думаю, тоже воспитывался на их подвиге, который тоже наверняка был в музее в Краснодоне, не только в музее, который, насколько я знаю, этой темой еще интересовался, так сказать, вне того, что в обязательную программу входит, я вот так вот образно скажу. Поэтому, Андрей Вячеславович, вам слово, с удовольствием послушаем вас. Трагическая и героическая тема одновременно, очень серьезная, очень ответственная, очень разноплановая, потому что вы начали с награждения, да, и я думаю, ну, может быть, кощунственно прозвучит, но, боже, как же им повезло, то есть им повезло в том смысле, что их подвиг был замечен, да, и их подвиг был отмечен. Но не секрет, что были случаи, когда люди, совершившие подвиг, оставались безвестными. И в этом отношении, конечно, молодая гвардия – это такой молодежный прецедент. И, конечно же, им еще повезло в том, что, ну, будем так говорить, лично, главнокомандующий или Иосиф Виссарионович Сталин занялся этой темой и не дал ей где-то там заболтаться, закрутиться, да, и Фадеев был послан именно в эту точку, и материал создался, и будем так говорить. И следующие такие вот очень значимые вещи для увековечения памяти ведь награждали многих, но снять серьезный, очень хороший для своего времени, содержательный и, по большому счету, честный, хотя там есть эпизоды, конечно, которые художественный вымысел, но фильм «Молодая гвардия» – это тоже, ну, некая такая маленькая, но, ну, дань вот памяти героям, ну, по большому счету, безупречным героям, потому что когда там, а мне, к сожалению, приходилось разные времена переживать, и вы действительно правы, что я застал еще то время, когда мы принимали в пионеры, сначала, когда нас принимали в пионеры на площади перед музеем, потом мы уже принимали в пионеры на площади перед музеем. Вот, мы видели разные экспозиции, и надо сказать, что они совершенствовали все экспозиции, и поездки на шуршахты номер пять, все это очень трагично и одновременно очень ответственно. Но я помню то время, когда их или хотели сделать, ну, не антигероев, а героев, скажем так, не той советской страны, не школьников советских, которые были членами подпольной комсомольской организации, да, и из-за комсомольских билетов, или из-за бланков комсомольских билетов, как повествуют историки, тот же Олег Кашевой, в общем-то, и попался немцам, а они были, ну, некие там, с другими флагами и с другими идеологическими предпочтениями. Да, похабанную версию слушал. Вот, нет, мне приходилось, к сожалению, даже, ну, руки не подавать, но за одним столом сидеть с человеком, фамилии тоже не хочу произносить, для специалистов она известна, и я помню лицо и переживание уважаемого Анатолия Григорьевича Никитенко, я здесь уже неоднократно говорил, что если мне будет позволено в студии говорить о молодой гвардии, я всегда буду вспоминать фамилию этого молодого человека, он действительно стал очень молодым, едва ли не самым молодым директором такого крупного музея, на такую крупную ответственную должность, и он ушел с этой должности, и ушел в лучшие из миров как раз осенью этого страшного, трагического 2014 года. Поэтому он прожил с молодой гвардией от рассвета и отстоял музей даже тогда, когда это было и политически, а может быть даже и личностно небезопасно. И собирал разные форумы, и собирал людей, которым молодая гвардия была неравнодушна не по политической конъюнктуре, а по душе, по близости, в хорошем отношении к землячеству. Поэтому, конечно же, то, что их заметили и отметили, и эти достойные герои, ведь почему их сложно, то есть можно стереть, просто забыть и не говорить, да, это забывается. Но нельзя их опровергнуть, вы знаете, уже по многим проходились, и даже досталось некоторым молодогвардейцам, различные версии придумывали, кто и что. Но в плане того, что люди выдержали пытки, что люди были казнены, это перешагнуть, ну, циничный человек вообще и это перешагнет, но по большому счету все равно. Мы как-то с одним коллегой говорили и тоже там высказывались версии подвигов. Я говорю, ну, всегда найдется подлец, который, поскольку он сам трус, на это не способен, он найдет какую-нибудь такую червоточинку, что все равно, но на смерть не пойдет. И просто так, и люди, да, они могли, в принципе, при первом же допросе сказать то-то, то-то, то-то. Наверняка кому-то обещали пряники, вот, и ничего бы там не было. Но, тем не менее, эта трагедия, причем эта трагедия, ну, скажем так, сначала она была общегородская, и еще раз подчеркиваю, может быть, вы там со мной не согласитесь, но, слава богу, что она стала общесоюзной на какой-то момент, а был период, когда она была, скажем так, известна всему социалистическому лагерю. То есть представители, иногда я знаю, ну, насколько мне рассказывал тот же Анатолий Григорьевич, была некоторая такая ревность у варшаловградского руководства, что зачастую даже первые секретари, ну, таких братских стран, да, они ехали сразу в Краснодон, то есть не всегда заезжали в Варшаловград. И там уже было все как бы вот такая, ну, такая туристическая мека, в своеобразная, героическая, поэтому и в этом смысле горизонт и молодой гвардии вышли даже за пределы Советской империи, намного шире они были в свое время. Потом, да, мы наблюдаем вот этот вот закат, 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 по понятным политическим причинам, вот, и теперь очень нам с вами, я думаю, тут мы полностью солидарны друг с другом, очень хочется надеяться, что мы присутствуем при неком таком ренессансе, некотором возрождении, потому что вот мы там и с коллегами из Рязанского университета говорили, да, они хранят память, и, насколько я знаю, там в рамках, ну, может быть, необязательной, но факультативной программы есть роман «Молодая гвардия», но, в принципе, это требует возрождения даже уже не только и не столько у нас, я же говорю, как-то так получилось, что, ну, у нас эта память сохранялась и культивировалась, и как бы нам тяжело не было, но там и ездили, и в музей ездили, и вы, надо отдать должное, самые большие комплименты нашему телевидению, именно в этом плане всегда какие-то даты, связанные с «Молодой гвардией» вы освещали, приглашали специалистов, то есть в этом отношении, в организационном пространстве, в рамках нашей республики эта тема не затенялась, не оттенялась, вот, и одновременно не кипертрофировалась, но отдавалась должное. А вот вопрос, я честно вам скажу, и мои коллеги, я же говорю, с разных университетов, особенно со столичных, они понимают, что в этом плане там с этой памятью не так хорошо, очень аккуратно скажу, и поэтому возрождение и развитие, тем более, если мы хотим воспитываться на достойных, не надутых, а на реальных героических примерах, то мы уже много раз с вами говорили, молодые люди молодых тоньше чувствуют и воспринимают. Хотя, опять же, я говорю, есть, и вот я с вами перед эфиром делился, мне было очень приятно, что одна там ремарка и разговор с одной группой студентов заинтересовали, и они заинтересовались, и потом мне вернулись, сказали, да, мы посмотрели, кто такой генерал Карбыш. То есть они, получается, им еще интересны не только молодые люди, но и те люди уже преклонного возраста, которые тоже себя в войну вели достойно и тоже приняли мученическую смерть, но на предательство Родины не пошли. Поэтому, видите, вот такая, как бы, параллель возрастная, то есть очень молодые люди, но были те, вот, мы их до сих пор называем царскими генералами, да, вот, которые, или офицерами царской армии, которые в Великую Отечественную войну были достойны своей Родины и не смотрели, какая у них в это время там идеология, вот. Самое главное, что если есть Родина, то ее предавать нельзя. То есть, скорее, не царские, а русские генералы, которые просто сняли свою Родину. Ну, они были все равно офицерами, я говорю, офицеры царской армии. Я почему говорю, здесь очень, да, очень важно вот это вот, ну, для людей, которые в армии, они, когда, самое страшное, самое трагичное, это, конечно, вот эти переходы, вот, особенно переходы, связанные с присягой. Потому что, когда власть меняется, там, политическому руководству это, там, какие-то, там, изменения. А для людей, которые присягают служить Родине, стоит вопрос вот этого, ну, страшного слова «переприсяль». Понимаете, и это одна из трагических вот таких вот линий в истории вот этой. Вы же сами видите, вы даже, когда сформулирую свой вопрос, у вас все время вот такая была некая такая историческая черезполосица. То есть мы называем Россию, Советская Россия, Советский Союз, теперь Российская Федерация, и это есть. Мало того, мы уже много раз с вами говорили, что, я думаю, наша задача и культурная, и историческая, информационная, и, ну, в хорошем смысле пропагандистка заключается в том, чтобы сшивать эти времена, чтобы показать вот эту преемственность Родины и преемственность людей, которые ее не бросали даже в самые сложные времена. Почему я здесь рассказывал и про Шухова, да, и про Бонча Бруевича, но только про изобретателя. Хотя как раз если вот в этой теме, не знаю, я просто думаю, насколько она будет широко, и целесообразно ли мне освещать после молодой гвардии. Но, возможно, и да. Почему? Потому что, я, кстати, тогда ошибся, я перекрестил уважаемого Михаила Дмитриевича Бонча Бруевича, то есть как раз царского генерала. Вот он был царский генерал в прямом смысле слова. Вот, мало того, он, ну, ему предлагали возглавить, но Корленко возглавил, он ему уступил, но, на самом деле, все равно он возглавлял ставку. Он с момента прихода к власти большевиков возглавлял ставку, потому что Духонина убили при передаче власти. Там была очень сложная, трагическая ситуация. Ему предложили, и он как бы согласился. И практически вот я сейчас уже три дня для себя распредмечиваю эту тему, и она, опять же, я прошу прощения у историков, если я вдруг ошибусь, там, может быть, в именах-отчествах, но я точно знаю, что, я думаю, в такой социально-политической парадигме я не ошибусь на сто процентов, потому что вдруг оказалось, что эта тема никогда не поднималась именно патриотизма русских офицеров, которые остались в стране и служили стране. У нас есть патриотизм, и я его не исключаю, там тоже были честные офицеры, которые были в белой армии, но ушли, да, вот, и были красные командиры, которые служили в красной армии и остались, и спили чашу до дна истории. Но у нас нет практически, вот, и специалисты мне сказали, я потом проверял, есть только одна книга, Кавторадзе, если я правильно автора знаю, военные специалисты на службе Республики Советов, по-моему, так, 19, ну, видно, была докторская диссертация, он ее распредметил, она вышла в 88-м году. Это перестройка. Да, это перестройка, то есть, был такой момент, когда об этом сказали, и эта тема ушла, потому что после перестройки это уже было никому не нужно. Можно было только говорить только про одну сторону. А я еще раз говорю, это была гигантская трагедия одной целостной Родины, которая переживала вот эту вот сложности социального перехода от монархического строя, то есть, пирамидального, да, вот к такому обществу без социальных планок, социальных вот таких жестких размежеваний, от сословного общества, ну, такому, как его называли. Классово. Но он не классовый, это в большей степени сначала была такая демократизация, да, хотя рабочих и крестьян. Так вот рабочих и крестьян. Как раз армия, рабочий и крестьянская Красная Армия, и вот в фильме, небольшой есть фильм про Бонча Бруевича, как раз вот такой же ваш коллега, кончает цитатой, что вот эти вот царские генералы и полковники, они создали Красную Армию. Они, а я для себя добавляю, ту Красную Армию, которая потом выиграла еще Великую Отечественную войну, потому что достаточно назвать, вот этот человек, слава Богу, не забыт, Борис Михайлович Шапошникова, да, то есть тот, который возглавлял Генштаб, а потом определенное время был заместителем Сталина в ставке Верховного Главнокомандующего. То есть он и тогда был, скажем так, наверху, но не в том верху, на котором я скажу, но потом вот и прожил, это единственный маршал, насколько я знаю, который ушел, ну то есть он практически здоровье подорвал, ушел в отставку за несколько месяцев, через несколько месяцев до победы он скончался. Вот, а на самом деле, кроме Шапошникова, там были фигуры, и если вот опять же Кавторазе приводит пример, то есть на уровне командующих фронтов было 85% офицеров царской армии. То, что мы называем сейчас, какое-то слово военспецы. Он еще фронтай во время Великой Отечественной? Нет, во время Гражданской войны. Мы говорим за Гражданскую войну. За Гражданскую войну. То есть вот перевес. Да, Красных командиров мы знаем, но мы не знаем тех, кто был вместе с ними. Красные генералы. Да, Красные генералы фактически. Мало того, даже вот, ну первым Красным генералом как раз Бонча Бруевича и называют. Хотя я считаю, что не он первый Красный генерал, в том смысле, может формально он и первый, но в плане поддержки именно, скажем так, политической партии, я не знаю, мне тоже, то есть я ссылаюсь сразу, чтобы не обвинили на телевидении наше ни в чем, на сайт Министерства обороны Российской Федерации. Вот, по-моему, имя отчества его Николай Михайлович, а фамилия его Потапов. Ничего не говорит, абсолютно. Достаточно сказать, что он похоронен... Потапов, который на первом этапе Великой Отечественной? Нет, мы говорим за гражданскую войну, мы говорим за тот переход, который обеспечил создание сначала Красной армии, а потом этой Красной армии дотянула, переформировалась благодаря в том числе этим военспецам, что она смогла противостоять фактически крупнейшей армии Европы, а то и всей Европе. Я вот такую линию провожу. То есть эти люди создали Красную армию, они сначала победили, да, это была для них родитель, а тот же Бонч Бруевич говорит, конечно, я понимал, что я буду воевать против своих. Это фактически, кстати, есть очень хорошее, так и называется, генералы против генерала. Это была волна, война представителей Николаевского генерального штаба. Они все заканчивали генеральный штаб. Только волею судьбы, волею геополитики, будем прямо говорить. Каждый оказался на своей стороне, на которой оказался. То есть не личный выбор? Ну, это по большому счету, нет, это был по большому счету, да, не личный выбор, ну, личный выбор, но в плане, опять же, за кого? Мало того, сначала как раз красным генералам было в этом отношении проще. Знаете почему? Почему? Потому что, особенно в феврале 2018 года, а потому что они тогда решали задачу сохранить государство от немцев. Потому что немцы нарушили перемилии, начали подвигаться к Петрограду. И тогда вызывают Бонча Бруевича. Все на защиту Петрограда. Да, все на защиту, ну, как повествуют историки. Опять же, может быть, я тоже на одну мифологию накладываю другую мифологию. Леон говорит, войск у нас нет, нужно как-то отстоять. И что делать? Мало того, было как бы две линии. Сначала революционная, и Дебенко сказал, сейчас все обеспечим. Ничего не получилось. И тогда есть, опять же, никто... Я сам о нем не знал два дня назад. Если я не ошибаюсь, Дмитрий Павлович Парский. Человек из, опять же, Генштаба, который взял на себя координацию с этими разрозненными отрядами, обеспечил безопасность Петербурга. И после этого Ленин получил возможность критикам сказать, ребята, мы без них не справимся. И 19 марта 2018 года, если я правильно помню, в общем, в марте были приняты решения, которые фактически вот эту вот всю вот... Ну, мне как человеку, который в армии был, вот эту всю вольность, они упразднили. Единое началие, приказ командира, это приказ командира, никаких вот этих там обсуждений, выборов и так далее, и так далее. Да, понимаете? То есть вот начала создаваться Красная Армия. Назовите, кто командовал войсками Красной Армии. Сразу говорю, ни Фрунзе, ни Будённый, ни Ворошилов. Сначала Вацетис, тоже как из офицеров, а потом всё время Сергей Сергеевич Каменев. Его фотографии есть рядом с Ворошиловым, Будённым, и там полевой штаб Красной Армии. Он там есть, но его не выделяют. А его табличка, между прочим, на Красной площади в стене вставлена. Кто об этом знает? Он командовал, он был главнокомандующим, включая даже борьбу с басмачеством. Так вот, возвращаемся к генералу Потапову. Это вообще-то начальник, это открытые источники, здесь никаких там тайн не выдаю. Это открытые источники. Он был летом 1917 года, он был ни много ни мало начальником разведки, некоторые ещё добавляют и контрразведки, генерального штаба. И у него были данные о том, к чему ведёт власть Временного правительства, какие ни с кем договорённости, понятно с кем, для того, чтобы всёобщества страны не было. И он понимал, что на монархистов ставить нельзя, уже как бы масса. Нужно ставить на какую-то революционную из партий. Мало того, ну такой нюанс, не знаю, работало для него или нет, но СССР вообще-то воспринимались многими офицерами как бомбисты и террористы. А социал-демократы, ну большевики, во-первых, партия рабочих, а эти люди уже понимали перспективу, а он тем более занимался ещё военными заказами. То есть, а одно время он вообще-то был военным агентом, ну военным атташе, ну вот в районе современной Югославии. Человек, который, открытые источники, он создавал армию Черногории. Вот вам тема к исследованию всем остальному. Он включён был в дипломатический корпус, который создавал границы современной Албании. При этом его посылали, ну как, компетентного человека, узнать все пулемётные системы, которые избрать для царской армии и прочее. Потому что человек разбирался в технологиях и понимал, что России, ну я так представляю, что понимал, и сутью того, что он спокойно дожил, никаких репрессий не подвергался и похоронен на Новодевичьем кладбище. Наверное, Родина оценила его вклад в развитие страны, военного и мощнее всего остального. Кстати, посмотрите, кто там возглавлял, в конечном счёте там и ВВС возглавлял, ну вот в таких, именно на штабистских должностях. Это всё были вот генералы вот этой когорты, которые для себя избрали. Да, как бы там ни было, это моя Родина, и я с этой Родиной здесь остаюсь, и я этой Родине служу, и я что можно на этом посту сделаю, и умру. Как, в общем-то, тот же самый Парский, он умер в 21-м году от ТИФа, то есть вместе со своими солдатами, поскольку, ну, сами понимаете, тогда это было. Вот и всё. Но Петроград отстоял. Поэтому, конечно же, вот как связать, казалось бы, молодую гвардию, но они в то время тоже, очень многие из них были молодыми. Да, может быть, я уверен, мало того, очень мало из них, кто в партию вступил. Ну ничего, там... Ну они же были уже воспитаны в Советском Союзе, при Советской области. А вот эти молодые ребята, вот на это, конечно же, я могу сказать, что там был определенного рода разрыв, но в плане сохранения государства, в плане гордости за государство, конечно, это уже была та молодая поросль, но если бы тогда гражданская война завершилась расчленением страны, то, в общем-то, и Великой Отечественной войны бы не было. Понимаете? И не было бы этой большой родины, за которую стоило сражаться тем же самым молодогвардейцем. Мало того, может быть, ну мы же сейчас не знаем, многие фамилии для них, может быть, были и понятны, и известны, и вполне почитаемы. Понимаете? То есть того же Шапошникова, потому что это на слуху, а может быть, и еще кого-то. Но в плане преем... Я почему говорю, что здесь вопрос, наоборот, не расчленения, а преемственности исторической памяти, преемственности вот этого подвига, преемственности выбора в пользу родины, ее там чести и своего ли честнее достоинства. Вот вопрос. И это была, да, еще раз подчеркиваю, была гигантская трагедия этих людей, которые вынуждены были вот эту политическую турбулентность находить себя, находить себе аргументы, что я все равно вот здесь, на своем месте. Опять же вспомню Анатолия Григорьевича, ну представьте, все, уже все советское наследие выбросить, все пионеры-герои, все комсомольцы-не-герои, все куда-то там, вот нет, я держу музей, нет, я сохраняю экспозицию, нет, я нахожу поддержку. И он, кстати, надо отдать должное среди краснодонцев, он всегда пользовался большой поддержкой, но не только краснодонцев, и значительная часть представителей Луганского высшего руководства поддерживала, но общая атмосфера, представьте, что должен был чувствовать этот человек, когда ему говорят, а ваши молодогвардейцы, это вообще там тот-то, тот, начинает копать, какое-то белье поднимать, но ведь впрыскивали все, что угодно, но он тоже стоял, он стоял и понимал, что да, это его такая Голгофа, и он дотянул этот Голгоф, я же говорю, до 14-го года, понимаете, и жалко, что он не увидел, там вот, я уже не помню, нет, по-моему, я сейчас вспоминаю, по-моему, работники музея говорили, что он успел увидеть уже последнюю экспозицию, обновленную экспозицию, вроде бы он успел, и поэтому, слава Богу, то есть то, что он вложил, он видел, что его дело не умерло, не пропадет ваш скурпный труд, поэтому в этом отношении, слава Богу, вот судьба распорядилась, хотя я думаю, что вот все эти политические турбулентности, так их аккуратно назовем, 90-х, 2000-х, очень сильно сказались на его здоровье и самочувствии, потому что, ну, я думаю, объяснять здесь не надо, мы все это переживали, просто он как человек близкий к памяти малогвардейства, ответственный за память малогвардейства, фактически он остался один ответственный за них, и от него зависело, понимаете, вот, вот, сохранить коллектив, да, держаться до конца, условно говоря, да, или, ну, сколько, в общем-то, было соблазнов, мы же знаем в это время, а я всегда говорил, представьте, вы же знаете, в центре города, да, хорошее здание, поэтому, вот, он стоял до конца, я же говорю, он поддерживал людей, его поддерживали, конечно, люди, это был такой вот, ну, можно сказать, такая, в хорошем смысле, вот, волонтерская солидарность, понимаете, когда-то и средств там не хватало, или нужно было их там заводить каким-то образом, через какие-то такие программы, и опять же, вот, чувствовать, что ты не в политической повестке, да, что ты, ну, если не враг народу, ну, как-то, это все время прошло, да, вот, время это уже прошло, это уже не актуально, да, зачем это все надо. Если бы у вас был памятник Голодомору, музей Голодомору, тогда, конечно. А так, кому нужна эта молодая гвардия, назовусь? Поэтому все это вот, я же почему говорю, что вот эти судьбы этих людей, вообще, вот, чем дольше живу, тем убеждаюсь, как вот, как социолог, да, что вот страны, государства, да, даже города могут держаться там на одном, на двух, на трех, на четырех людях, которым не безразлично, понимаете, которые будут тянуть, неизвестно зачем, неизвестно почему, да, но вот будут тянуть, делать, невзирая на обстоятельства, невзирая на сложности и все. И вопрос о том, что им воздаться, он очень-очень, вот я вам говорю, называя фамилии, этих людей нет в историческом пространстве, и как мне один человек сказал, в исторической мифологии, понимаете, вот нет их в исторической мифологии, и это несправедливо, поэтому, видите, вот мы замыкаем круг, начинаем с того, что хорошо, что молодогвардейцы в этом отношении остались в памяти людской, и дай бог еще ряд поколений, хотя бы на этих подвигах будут, ну, понимать, что можно быть человеком даже в самой сложной ситуации. Да, это действительно важно, и то, что нужно помнить героев, в которых есть имена, героев безымянных, неизвестных солдат, как вот Вардовского, да, мы за родину упали, но у нас спасена, вот это самое важное. Да, да, я почему-то говорю, что, понимаете, миллионы, миллионы, вот судьбы, ну, у меня есть близкие люди, которые даже, например, зная трагедию, ушел, очень хороший, прекрасный человек, но он не знал, где, до конца у него жизни, хотя он был сам взрослым, уже пожилым, он до конца жизни не знал, где похоронен его отец, где-то в Крыму, там, при страшной атаке, все, и сколько таких безвестных, да, вот он остался в памяти, ушла память, и все, не получилось всем памятники поставить, огромное число людей, которые остались безымянными, а их вклад может быть суперзначительный, он держал там, не знаю, высоту до последнего, его там закопало, его даже тело могли не найти, а он держал, и в это время там сто человек успели или отойти, или окопаться, или еще что-то сделать, понимаете? Мы с вами, Андрей Вячеславович, так хорошо поговорили об истории, о героях, ну, вернее, вы говорили, а я слушал так вот уже нас традиционно, но хотелось бы еще немножко поговорить и о делах современности, так сказать, о том, что вообще вот происходит, но тем не менее, знаете, мне кажется, как-то вот все равно оно перекликается, вот не устаю это повторять, насчет значения истории, тезис, вот в частности, такой, мне кажется, новость, такая, достаточно показательная, она может быть кому-то покажется малозначительной, может кто-то мимо пройдет, а я вот почему-то обратил на нее внимание, и вот мне интересно, разделите ли вы мое любопытство именно к этой новости, такое грустное любопытство, русский драматический театр в Вильнюсе будет переименован в Вильнюсский старый театр, об этом во вторник сообщила пресс-служба целого Министерства культуры Литвы, оказывается, есть там такое министерство, указом министра культуры Симона Саакайриса название русского драматического театра Литвы будет изменено на Вильнюсский старый театр, отмечается, что в мае по указанию этого министра была создана рабочая группа, которая представила рекомендации по переименованию, рабочая группа акцентировала, что играющая на русском языке театральная труппа должна быть сохранена, добавили в министерство. Ну, как говорится, спасибо и на этом. Могли бы, как в анекдоте, да, мог бы и полоснуть. Вот хотелось бы, Андрей Васильевич, такой вот вопрос вам задать, вот вообще даже и Прибалтика, и вот постсоветские эти страны, так называемого бывшего социалистического содружества, многие из которых, особенно те, которые попали в состав Евросоюза, вышли из одного союза, чтобы попасть в другой. Ну, наверное, такие у них были планы. Вот, все они как-то вот на перегонки бегут под русофобскими лозунгами, совершают действия, чаще всего не совсем логичные, чаще всего вредящие им самим, но тем не менее совершают. Вот все же, почему они действительно настолько не любят Россию? Или это только проблема их элит? Или, может быть, они рассчитывают какие-то получить дивиденды от своих, скажем так, господ из-за океана? Вот какая может быть в этом причина? Единственная поправка в вашей подводке, это слово «нелогичное». Все вполне логичное, вы сами ответили на свой же вопрос. Я не в том плане, что гну свою линию, но я уже засчитывал коллегам, потому что это и горько, и поучительно одновременно. Я не случайно вам говорил про генерала Потапова, который создавал Черногорскую армию. Это, во всяком случае, написано в исторических источниках. Так вот, он есть, я покажу вам ссылки, где дает характеристики обстановки в Черногории после русско-японской войны. И там, ну, в том стиле, но суть вот очень социологична, что вот простые черногорцы, они за поддержку братьев русских, братушек. А вот элита, она, поскольку Россия проиграла войну, начинает уже смотреть, ну, тогда не было еще Америки в том качестве, да? Она начинает смотреть. На Бритонию? Нет, нет. Тогда была Австро-Венгрия и Италия. То есть им это ближе. И причем там четко подчеркнуто, особенно молодежь ориентирована на Западную Европу. Ну, тут все, кому я читал, все думали, что я выдумываю. Я говорю, вот документ, вот цитата из Потапова, где он как военный атташе дает донесение об обстановке, как говорите, какие разные слои. Ничего не меняется. Почему я вам всегда и говорю, что ничего, ну, это же вообще. А Депеша, по-моему, если не ошибаюсь, как раз вот 904, он может 906 года. Вот. И рассчитывают, что, с одной стороны, взять с России за то, что черногорцы поддержали ее там, по-моему, против Турции, да? А с другой стороны, если Россия как-то там начнет, ну, говорить, ребята, ну, как бы зачем, да? То мы возьмем у других союзников. Все, все. А с учетом, кто знает историю, тот знает, что в ближайшем окружении Николая II были черногорцы. Поэтому тут еще и прямая связь с императорской семьей, последней императорской семьей. То есть очень много таких вот параллелей. Поэтому, и почему я вам говорю, что не то, что я вредный, а то, что я понимаю, что нет слова «все». И то же литовское общество разное, и то же латышское общество, или латвийское, и эстонское общество. Вот вы когда говорили, не подумайте, что я ухожу, но эта тема очень близкая для меня, потому что, ну, все знают, что, и давно ее уже обсуждали, что у артистов из прибалтийских республик была очень своя такая хорошая, очень престижная ниша в советском кинематографе. Вот. Они зачастую играли или иностранцев, да, или тех же там породистых рийцев, и так далее, и так далее. То есть там у них все было в этом отношении очень-очень так вот обусловлено. Не обижали кинематографе. Да, 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 да. И импозантно, и как-то так уважительно, и прочее, прочее, прочее. Но я коснусь другой темы. Она, может быть, прямое отношение к Литве не имеет, но к Прибалтике точно имеет. Может быть, фильм был предвзятый, но вроде бы там и эстонцы участвовали. Вдруг оказалось, что когда вот эта вся советская система была отвергнута, а нужно было праздновать какой-то юбилей, то вдруг оказалось, что в Эстонии одним из самых известных эстонцев, особенно на пространствах, да, не только бывшего Советского Союза, но, опять же, все социалистического, не люблю слово лагеря, Содружества социалистических государств, да, вот, ну, вы не знаете, а я произнесу, и очень многие телезрители, радиослушатели более таких старших, весовых, возрастных категорий, да, они улыбнутся, потому что я еще мальчишкой знал этого прекрасного певца Георга Отца. То есть Ария Мистера Икса в исполнении Георга Отца для меня, ну, вообще, это просто идеал исполнения. Я не знаю, кто может лучше его спеть, но он много каких песен пел, кстати, и советских очень песен таких, и тот же Севастопольский вальс, очень много-много, но Ария Мистера Икса в первой версии Мистера Икса в исполнении Георга Отца это какой-то шедевр голоса. Вот я говорю, есть два голоса, которые для меня, ну, я не знаю, неповторимы, это Георг Отц и Анна Герман. То есть те, где нет даже эпитетов, когда говорят, там, бархатные голоса, это все как-то недостаточно, это не открывает сути, то есть когда голос проникает в тебя, ну, это что, какое-то волшебство. И вот по иронии судьбы, да, одна полька, да, а другой эстонец. Так вот оказалось, что он самый известный эстонец. Поэтому вот и вопрос искусства, что, ну, хорошо, даже хорошо, что, и дай бог, чтобы они сдержали это слово, чтобы русская трупа или русский язык и русские артисты не остались без работы. Это очень важно. Но в плане переименований, да, мы попали вот в эту жесточайшую, серьезнейшую полосу по вычленению всего, что где-то слово связано с русским. Вот, опять же, помните, я вам рассказывал про Склифосовского, а там во всех энциклопедиях написано «русский замок». Ну, вот то, что он там было связано с его такими медицинскими открытиями. Я думаю, его будут переименовывать или нет. Потому что, помните, там уже картины переименовывают. То есть это, 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 ну, как бы так аккуратно сказать. Ну, ладно. В общем, я думаю, что вы меня поняли. Так что известие печальное, но нам, к сожалению, нам придется к этому привыкать. Потому что, вот как писал, опять же, генерал Потапов, то есть в зависимости от конъюнктуры и с кем мы договоримся по финансовому подображению, а тем более сейчас, мы же теперь переходим к нашему любимому коньку геополитики, это более-более чем принципиально, потому что фронты расходятся. То есть это аккумуляция экономических, а значит политика идеологических ресурсов, она происходит очень жестко. Мало того, я думаю, вы уже много раз и комментировали, и оценивали, человек, который откровенно говорит, и я его очень хорошо понимаю, не знаю, насколько хорошо, я не знаю, но вот, то есть мне кажется, ну слава Богу, что вот он вот так берет и говорит, это президент Сербии, да, он говорит, нам четко говорят, или с ними, тогда до свидания, или с нами, ну тогда какие-то у вас будут пряники. Все, вот разговор идет, там вот этих вот, ну вы так, да, вот пока еще Турции удается, пока только удается Турции. Вот как-то компромисс какой-то держать. Всех остальных, да, но Сербии намного сложнее. Сербии намного сложнее. Мы уже с вами говорили, она отрезана от моря, она внутри погружена во все эти связи, взаимоотношения. Турция хотя бы там контролирует пролив и выходы, и может сюда повернуться, может сюда повернуться. Мусульманская страна, по большому счету, правильно? Одновременно светское государство, член НАТО, то есть хочу так, хочу так. Ну какие-то люфты, понятно, что многого не хочу. Но вот эти культурные, специально с них начинаю, экономические, даже военно-технологические люфты у нее побольше, чем у той же Сербии. А всем остальным нет, приходится определяться. Нет, конечно, вот тоже мы с вами, не то, что мы такие умные, но это очевидно. Вы же понимаете, что вот это все нагнетание, значительная часть, она связана с 14-16 октября, сентября, а потом 16 октября. Потому что вопрос личной встречи между лидером Российской Федерации и Китайской Народной Республики, я думаю, никому не нужно объяснять значение этой встречи. После того, как они встречались еще до начала... Еще на Олимпиаде. Ну, до начала операции, понимаете, до начала войны. И я не специалист, но китай-веды, которые за этим очень детально следят, говорят, что это вообще-то первый выезд его вообще не в Китай. И его поездка в Узбекистан это ну такой очень-очень серьезный шаг. Если даже Путин выезжал, понимаете, то Си Цзиньпин не выезжал. А 16 октября у него съезд. И там уже как бы, ну, понимаете, в Китае не все так, публично, да, но с позиции каких-то изменений в уставе партии, опять же, бывшие члены КПСС так вспомнят молодость, что такое устав партии. А для Китая это устав партии даже, я думаю, похлеще, чем устав КПСС, потому что это напрямую связан со структурой власти, со структурой влияния разных фигур в этой власти, с перераспределением полномочий. И понятно, что Китай сегодня ну уже, я уже даже не знаю, уже даже нельзя назвать целью номер два, может быть, это уже цель один-один, или, как говорят, он не первый, но и не второй. Ну и понятно, что Россия здесь просто главный пресс должна выдерживать в этой ситуации. Но и Китай уже здесь рядышком. И поэтому вот эта сцепка, конечно, все понятно. И, ну, скажем так, разорвать, это, опять же, вопрос не только личной встречи, еще личная встреча вообще стран шанхайской организации сотрудничества, куда собирается войти Иран. Я напомню, как-то это, как вы говорите, вот новость, которая заинтересовала, может покажется, кажется, так вот меня, может тоже покажется кому-то несерьезной, но я даже там поделился с коллегами, как-то она широко не афишировалась в соглашении между Ираном, Азербайджаном и Российской Федерацией. А коридор в север-юг? Да, 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 не А коридор в север-юг. Вот видите, Андрей Михайлович, вот, на Микине не проведешь. Вы почувствовали, да? Потому что, извините, весь войны начинались из-за железных дорог. Логистика, кто контролирует дороги. Вот и все. Вы понимаете, что такое открыть туда путь? А там уже арктический путь готов. Вы понимаете? Ведь многие специалисты, ну как бы кощунственно не звучало, но вот это все месиво, которым мы с вами сегодня так находимся, трагически, это же практически постоянная надрезка шелкового пути. Один пояс, один путь. Но не складывается у Китая разные эти линии. Там надрезали, там надрезали, там надрезали. Не скрепляется Европа через Россию и в Китай. А если скрепляется, то какими-то такими очень сложными рычагами. Вот и все. И что, туда не будут вкладывать ресурсы те, кто получал дивиденды от того, что возили и так, возили и так, возили только не напрямую, чтобы не скреплялся евроазиатский континент? Ну, вы представьте себе на той стороне, вы сделаете все, чтобы было только так, как оно было. И, конечно, Азербайджан, Иран, ну, не надо мне вам рассказывать, уже много раз мы рассказывали, извините, из-за сотрудничества Персии с Российской империей грибоедов погиб. Понимаете? Там алмаз, по-моему, ударили. Ну, вот, алмазом откупились, конечно, да. Но вопрос, я к чему говорю, вот, к преемственности и повторяемости истории. И вдруг Персии опять договариваются с Российской Федерацией и еще и с Азербайджаном. Поэтому, конечно, когда я сегодня проснулся, думаю, опять там что-то стреляют. Думаю, как-то оно все как-то вот так поскрипывает, да. Да, все неспроста. И вступление к чему говорил? А Иран собирается вступить в Шосс. А там уже, там же есть, мало того, Белоруссия, уже в прямую, да, а еще там страны-партнеры, где уже там, ну, если так помню, там Кувейт на подходе, ну, не хочу поднимать там, смотреть это, эфир занимать, ну, как бы страны, и я понимаю, что там такой вот небольшой, то есть это не Евразия, но такая Евразиюшка такая, вот уже как-то так формируется, формируется, понимаете? скажем так, ну, серьезная ступень. От которой будем переходить к большой Евразии, Андрей Вячеславович, обязательно, к сожалению, у нас время истекает, я так вам тоненько намекаю, ну, что, ну, как всегда, очень интересно, но вот временные рамки нам все обсудить не позволяют, но, я уверен, еще вы к нам придете, и мы обязательно это обсудим. Андрей Вячеславович Яковенко, доктор социологических наук, профессор Далевского университета был в нашей студии. Благодарю вас, Андрей Вячеславович, приходите еще, ну, а мы уходим на информационный блок, не переключайтесь.